Два раза в неделю Тамара Жокина посещает компьютерные курсы. Даже дальняя дорога из Подольского района, а женщина сейчас проживает там, не помеха. Социальные сети и программу ВОР Тамара Петровна уже освоила. Сейчас мечтает научиться пользоваться планшетом и общаться с друзьями по скайпу. Я об этих курсах слышала еще раньше, но не было времени, честно говоря, когда работала. Теперь записалась и с удовольствием приезжаю, занимаюсь. Курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста в Центральной библиотеке открыли 7 лет назад. За это время их посетило более 350 жителей района. Спрос всегда был большим. Раньше желающим приходилось ждать очереди на обучение. Сегодня попасть в ряды обучающихся значительно проще. Теперь занятия проходят 4 раза в неделю. Они хотят общаться. У кого-то за рубежом даже, друзья, знакомые. У кого-то в других городах. Сейчас все это очень сложно. Поехать. Все это дорого. А скайп приходят на помощь. Скайп, да, одноклассники. Даже электронная почта. Изначально основной задачей этих курсов было обучение компьютерной грамотности. Однако на занятиях люди знакомились, начинали общаться и вместе посещать различные мероприятия в библиотеке. Тогда у сотрудников возникла идея создать проект под названием «50 плюс», который объединит вокруг себя людей пожилого возраста. Все началось с курсов. Мы проводили даже выпускные вечера, встречи выпускников, чемпионаты проводили. Мы посылали на областные чемпионаты. У нас даже победитель был с наших курсов. И вот общаясь таким образом, они потом уже и не хотят расставаться. Они хотят собираться не только ради курсов, но и на какие-то другие мероприятия. Таким образом, каждый участник проекта оказался задействован в одном или нескольких объединениях, расширил круг общения, получил возможность творческой самореализации. В этом году свой проект сотрудники библиотеки представили на премию добрых дел «Наша Подмосковья». И, конечно, надеются на победу. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.